Елена Михаил и Вероника горячо обсуждают гастрольный тур. Артисты Успенского дома культуры покорили своим талантом европейского зрителя. В рамках турны инструментальный ансамбль побывал в нескольких странах. Но концерт был особенный. Мы когда выступили, нас не отпускали просто. Две песни, которые были не в плане нашего выступления, нам пришлось их выступать, но как на запасном пути было все. Там смешанная публика, очень много поляков было. Они слушали стоя. В Варшаве это был символ, подъем для нас. Это просто что-то было. В дальнейшем это очень сказалось в нашей уверенности, что мы все-таки что-то стоим и нас слушают. Наши музыканты выступали вместе с ансамблем солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Звучали популярные мелодии радио, кино и телевидения. Зрители, каждый номер встречали бурными аплодисментами. Вы знаете, очень трепетно было, когда в середине, в исполнении, в проигрышах народ аплодировал. Они давали нам понять, что они эту песню не только знают, но вот они ее переживают. Специально для гастрольного тура солистки ансамбля «Концертина» Веронике Позняковой пришлось выучить песни на разных языках. Польском, немецком, еврейском, сербском. Было сложно, но это того стоило, когда артистка начинала петь на родном языке страны, в которую они приехали, зал вставал. Это очень волнительно. Я переживала, повторяла тексты перед выступлением. Но зал зрителей и очень тепло принимали. Они плакали, когда слушали родной язык. Им было очень приятно. Они подходили с бурными эмоциями, что спасибо, что вы поете на наших родных языках. Гастроли закончились, но впереди много работы. Полным ходом идет подготовка к началу нового учебного года и празднованию Дня поселения.